Семена Устьянцева, это представитель компании «Видеодоска» и «Видеонейрон». Отлично, я знаю то, что у вас сервис для автоматизированного видеомонтажа. Да. Супер. «Видеонейрон» — это автоматический монтаж видео на основе нейросети. Ну, например, он может и сейчас автоматически монтировать интервью. Вот как мы сейчас с ним общаемся, я разговариваю, камера должна, вот эта камера должна меня показывать. Иногда включается общий план, а когда ты киваешь или улыбаешься, ML-сервис у нас тоже подключен, то есть распознавание мимики и эмоций, и когда ты киваешь, она должна тебя показать. То есть у нас там шесть эмоций определяется, например. И вот такой сервис, куда мы закидываем с трех камер, ну три дорожки, прям в облако закидываем. И она по факту рендерит и делает раскадровку. Дальше что она делает? Как потом взаимодействовать с этим результатом? То есть генерить непосредственно из сервиса, либо же забирать XML-файл? XML-файл, да, можно скачать как просто файл, как XML-файл. У нас через месяц закончится разработка чат-бота. То есть в Telegram можно прям скинуть, в Telegram закинуть эти дорожки и они смонтируют. Ну мы просто начали с раскадровки. Например, если мы говорим про одного спикера, который на сцене стоит, и допустим он выступает по презентации, и его снимает общий план, крупный план, то же самое. Три дорожки закидываем, он между ними автоматически переключается. Ну и дальше у нас уже идет такая, я бы сказал, исследовательско-научная работа, потому что там, ну например, когда спикер пьет воду, он же закрывает лицо, это не надо показывать. Например, вот эти алгоритмы, сам переключение кадров, чтобы он был максимально как бы режиссерский, максимально показывал какие-то моменты, похожие на настоящее интервью. Я понимаю. А расскажи, как сейчас участники форума, те, кто нас смотрит в прямом эфире, могут протестировать ваш сервис? Есть ли какой-то, может быть, промокод, какие-то специальные условия? Да, у нас стенд стоит, и там мы просто минимально на айфонах развернули студию интервью подкастов, то есть каждый может прийти, протестировать, ну и получить промокод на тест. И у нас просто задача для отдела маркетинга, там 100 человек, чтобы получили эти промокоды. И мы наконец, на самом деле, вот благодаря этой выставке, мы выходим на рынок. То есть до этого мы как бы очень много разрабатывали, с кем-то индивидуально общались, то сейчас мы это в широкие массы публикуем. И подходите на стенд, пробуйте эту нейронку. Но там не только автоматический монтаж видео, я могу долго об этом рассказывать. Там мы подключаем сейчас языковую модель и идем к тому, чтобы не просто делать тизеры, или как какие-то зарубежные сервисы сейчас есть, где ты закидываешь длинный ролик, и он тебе его нарезает на смысловые куски. Ну, допустим, там, где мы говорим про отель, он покажет эти фразы, разделит их по кусочкам. Ну и дальше мы подключаем, как бы, он транскрибирует весь текст, и делая из него выжимку смысловую, он потом старается эти кадры из ролика тоже осмысленно вытащить и сделать тизер короткой версии. Ну, это один из наших сервисов. Сейчас мы там спартнеримся с такой продакш... Ну, такой сервис есть Live2Film, Рустам главный там, и это сервис, который мы тоже в себя внедрим. То есть это когда вы можете просто... Вот пришли на мероприятие, да, поснимали, как сторисы, в этот сервис закидываете, и он тоже делает такую, как бы, раскадровку под музыку. Такой, как бы, клип, историю делает, или просто детей поснимать где-то. Ну, хотя бы вот какой-то такой черновой монтаж. Слушай, ну, круто. Спасибо. Еще расскажи буквально пару фраз про ваш другой продукт – видеодоска. Да, видеодоска мы... Ну, я один из первых дел, кто в эти видеодоски. Мы уже там 9 лет этим занимаемся. Первую идею вообще в мире с рисованием на стекле в обучающих видеороликах. Был Генрих Альтшуллер. Это ТРИС. Есть ролик у нас на YouTube-канале. Вот. И, собственно, видеодоски сейчас стоят в каждом вузе, в разных интерпретациях. И мы их сдаем в аренду. Мы их продаем. Мы делаем на базе них видеостудии. Ну, сам проект видеодоска вырос в том, что мы занимаемся проектированием, проектированием видеостудий. То есть от проекта, где будут розетки, где будет светошумоизоляция, чтобы двери, там, звук отсечь. Ну, и, конечно же, видеодоска, компьютер, мониторы, видеокамеры, микрофоны, светильники, фоны и так далее. Плюс софт и плюс техподдержка. Ну, основная компания видеодоска занимается тем, что поставляет такие видеостудии в учебные заведения. Мы поставили более 200 таких видеостудий. Ну, и могу открыть сейчас секрет, что в этом году, вот прямо сейчас, на следующей неделе будет аукцион на 136 видеостудий в каждую школу Москвы. Там будет и оборудование, ну, и, конечно, видеодоска. Вот это приходит в такие массы, за этим будущее, за автоматической съемкой будущее, за автоматическим монтажом будущее. Ну, и видеодоска, она как бы у нас, это не только маркер флюорсентный, где маркер светится, и можно такие прикольные кадры получать. Видеодоска у нас еще есть софт, который называется iDesk, и эта доска становится сенсорной. То есть, одевается инфокрасная рамка, и по факту она… Что такое инфокрасная рамка? Если вот на этот монитор надеть этот сенсор, то монитор станет сенсорным. То есть, винда определяет мышку, сенсор, как устройство сенсорного ввода, и получается такой эффект дополненной реальности, когда вы можете брать эффект, ну, какие-то, выводить в кадр какую-то графику, элементы презентации, например, логотип, и двигать его, например, на нем рисовать сенсором, и так далее. Но, опять же, приходите на наш стенд, посмотрите, как все работает, дополненная реальность. Вот такой софт мы тоже пишем. Супер. Семен, спасибо большое за такой технический экскурс.